здравствуйте товарищи вы слушаете новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе итоги проверки угольного предприятия работники авиазавода прогресс в приморье требуют в суде недополученную зарплату государственной инспекции труда в кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью шахта сибирская на основании приказа федеральной службы по труду и занятости номер 33 связи с пунктом шесть перечня поручений президента российской федерации по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли кузбасса в результате проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства и требований охраны труда в том числе первое нарушение федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности российской федерации на предприятии не разработано положение о вознаграждении за выслугу лет работникам предприятия и соответственно не производится выплата вознаграждения за выслугу лет второе нарушение ряда статей трудового кодекса рф и федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности рф 17 работникам за нерабочие праздничные дни в которые они не привлекались к работе не выплачено дополнительное вознаграждение в размере 1 21 минимального размера оплаты труда установленного по российской федерации в январе и мае 2022 года 3 не выполнение требования статьи 220 трудового кодекса рф и постановление правительства рф о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками осуществляющими отдельные виды деятельности в том числе деятельность связанную с источниками повышенной опасности с влиянием вредных веществ в неблагоприятных производственных факторах а также работающим в условиях повышенной опасности а именно в ходе проверки о шахта сибирская не представлено документов подтверждающих прохождение психиатрических освидетельствований четвертое не проведены разного рода инструктажи и работников не ознакомливают с результатами специальной оценки условий труда за выявленное нарушение трудового законодательства и требований охраны труда должностные лица ооо шахта сибирская привлечены к административной ответственности обращение работников в государственную инспекцию правильное и необходимое решение редакция красного радио фонда рабочей академии напоминает трудящимся слушателям о необходимости защиты своих трудовых прав со стороны работодателя не только при обращении в специализированные государственные органы но и при помощи коллективных действий на самом предприятии для этого работникам необходимо объединяться в профсоюзы или же в рабочие ячейки в существующем профсоюзе организованное коллективное действие по защите трудовых прав показывают сплоченность трудящихся на предприятии и их силу а также готовность коллектива продолжать борьбу в дальнейшем в приморье работники арсеньевской авиационной компании прогресс подают судебные иски по поводу недополученной зарплаты сообщается на сайте федерации профсоюзов приморского края вместо прописанное в отраслевом соглашении и коллективном договоре индексации окладов и тарифных ставок на 14,51 процента работодатель прописал повысить их лишь на 6,8 процента это далеко не первая подобная ситуация на заводе прогресс так в июне 2020 года прокуратура города арсеньев выявила там нарушение трудового законодательства и выдала представление об их устранении напомним что коллективный трудовой спор разгорелся в авиакомпании прогресс в апреле 2020 года работодатель ссылаясь на указы президента о нерабочих днях в россии пытался оптимизировать издержки за счет зарплат работников были изданы два приказа об оплате труда без согласования с профсоюзом согласно этому документу зарплата за нерабочие дни начисляется в размере тарифной ставки оклада с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки при этом ни особенности условий труда ни индивидуальные показатели эффективности ни специфика выполняемой работы не учитывалось на других предприятиях тоже есть схожие конфликты профсоюзная инспекция труда профавиа обратилась в государственную инспекцию труда приморского края с требованием отменить локальный нормативный акт ударивший по зарплатам работников около 600 заводчан заявили о намерении решать проблему в судебном порядке красное радио фонда рабочей академии напоминает что в соответствии со статьей 19 федерального закона о профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями должностными лицами законодательства о труде в том числе по вопросам трудового договора контракта рабочего времени и времени отдыха оплаты труда гарантий и компенсаций льгот и преимуществ а также по другим социально трудовым вопросам в организациях в которых работают члены данного профсоюза и имеют право требовать устранения выявленных нарушений для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде профсоюзов вправе создавать собственные инспекции труда которые наделяются полномочиями предусмотренными положениями утверждаемыми профсоюзами профсоюзы их инспекции труда при осуществлении этих полномочий взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства решение профсоюзной инспекции труда профавиа обратиться в государственную инспекцию абсолютно законно и правильно пожелаем успехов товарищам в профсоюзной борьбе новости читал александр петров с коммунистическим приветом из города гомель республика беларусь и